Груды пены и мусора у берега. Увы, такая картина на одесских пляжах не новая. Но это, по словам экологов, связано с волнами. А вот странный желто-зеленый цвет вызывает куда больше вопросов. Я купаюсь? Я не купаюсь, потому что очень чистая вода. В кавычках? Ну, в кавычках. Стоит ли купаться в такой воде? Ну, конечно, нет. Я видела, как женщина выходила и показывала купальник, что он зеленого цвета. Конечно, нет. Правда, например, на пляже Лонжерон не пенистая поверхность моря, не грязь не мешают купаться туристам и детям. Ни я кихнем, а пирожкот. Ну, а какие бруд? Тут один бруд. Это москали зарабили. Жалобы на цвет и качество Черного моря пришли в экологическую службу с пляжа Дельфин под санаторием Белая Акация. Экологи приехали и взяли забор воды. Результаты экспертизы будут только в пятницу. По словам очевидцев, желтизна долго находилась за пределами волнореза и около 11 утра подступила ближе к берегу. Есть несколько версий. Это либо гнение водорослей, либо выход воды из лимана, ну или выброс. Посмотрим, что покажет экспертиза. Обидно, что с экологами первыми связались не местные жители, а именно приезжие. Официальную жалобу в Крымско-Черноморскую госинспекцию подали киевляне. Сильные волны были, потом зеленые, серые и черным цветом. Вначале эта полоса начала двигаться сюда, потом начала распространяться направо и налево. Ну и то, что я посоветовался, я говорю, отношения имеете к пляжу, говорит, что черная белая акация не имеет отношения, что это городской пляж. Я в администрацию потом пошел и позвонил к вам. Буквально где-то несколько часов с моря пошло какое-то желтое такое всеобъемлющее пятно, которое потом постепенно приближалось сюда. Волнорез немного сдерживал ее, но потом вот она перешла сюда, и волны прибили к берегу, темно-зеленую такую массу непонятную какую. А что тут может быть, непонятно. У местного рыбака спросили, он говорит, ну, первое предположение это, что водород какой-то там может быть, ну, а другое, ну, выброс какой-то, значит. А вы уже купались в таком море? Нет, в таком я уже не буду купаться. Экологи взяли несколько проб воды с пирса. Одну ближе к берегу, вторую фоновую ближе к волнорезу. После этого жидкость направили в лабораторию. Мы взяли пробу непосредственно в месте загрязнения и там, где была чистая вода в качестве фона. Результаты будут известны завтра. Пока что предварительно мы ничего не можем сказать. Это происходит регулярно. Если это связано с цветением водорослей, если это связано с заходом пресной воды из Днестровского лимана, такие явления случаются каждый год. Ну, что конкретно сейчас произошло, ну, попробуем определить, да, по результатам анализов. Купаться или не купаться в грязной воде – дело каждого. Но все же смывать себя морскую воду в любом случае специалисты советуют тщательно. Экологам, в свою очередь, предстоит не только определить качество воды, но и возможные причины подобных изменений. Дмитрий Богомолов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».